Приветствую вас, и вопрос о предсказаниях достаточно тонкий, вот почему. Дело в том, что и предсказания, и судьбу, как вы вот говорите, что если знаешь свою судьбу, возможно ли что-то изменить в ней? Если верить в судьбу, то это автоматически означает, что человек верит во что-то, ну, выше какой-то сил, во что-то выше самого человека, да, то есть предполагают, что вот кто-то эту судьбу устраивает. Это вопрос веры. И вопросы веры, как вы, наверное, понимаете, решаются в большей степени священками, в частности, батюшками, которыми вы можете поведаться и решить с ними проблему, связанную с верой. То есть вопрос, стоит ли верить предсказаниям, опирается именно на ваш религиозный взгляд, на ваше религиозное мировоззрение. Ну, поскольку вы задали вопрос психологии, психология является наукой, то давайте попробуем, исходя из научных представителей о мире, ответить на ваш вопрос, стоит ли верить предсказаниям. Предсказывать будущее может человек объективно с экстрасенсорными способностями. Экстрасенсорные способности позволяют такому человеку считывать биополе другого и как-то видеть, что его ждет в будущем. Людей с экстрасенсорными способностями очень немного. И гораздо больше их, различных мошенников, шарлатанов, да и просто бессовестных людей. Исходя из такой точки зрения, верить предсказаниям, конечно, не стоит. Потому что все предсказатели, еще раз повторюсь, с этой точки зрения, все предсказатели, по сути, это кто? Чистические психологи. Используя приемы психологии, они предсказывают будущее, но делают это в виде фокуса. То есть человек просто не представляет себе, откуда предсказатель об этом узнал. Вот яркий, попробую вам привести пример. Значит, приходит беременная женщина предсказательная, говорит, вот я хочу знать, что со мной будет. Предсказатель, если он опытный, он сразу понимает, что девушка беременная пришла к нему узнать будущее. Будешь ей неопределенность. Если будешь ей неопределенность, значит, с отцом ребенка не все в порядке. И она хочет, вероятно, узнать, что ей делать с этим ребенком дальше. Как ей жить. Ну и дальше уже дело техники и воображения. Что такое человек скат? Только представит он это так, как будто это пришло к нему откуда-то извне. Согласитесь, ну далеко он не самый добропорядочный подход к создающимся людям. Безусловно, настоящие предсказатели тоже есть. Ну и как я уже повторил, как я уже говорил, их мало. И поэтому, именно ввиду большой вероятности обмана, предсказаниям верить не нужно. Отвечаем на следующий вопрос ваш, можно сказать так, что если судьба определена, то ее можно изменить в любой момент. Более того, предсказать судьбу человека можно лишь в определенный момент времени. То есть, вот если вы будете смотреть это видео, у вас будет одна судьба. Вы встанете и выйдете на улицу, футбол у вас уже будет другая. Почему? Потому что каждая секунда, это выбор. Мы выбираем то, что нам делать. И мы принимаем решения такие, которые вот могут изменить нашу судьбу. Поэтому, если вам судьбу предсказали, то далеко не факт, что она будет... Вот говорят, что людям нельзя знать будущее. Сам это зная будущее. Человек сам будет его либо приближать неосознанно, если это нежелательное будущее, либо отдалять, если это желательно. Почему? Потому что, когда есть и существуют субъективные ценности того, что человек хочет, и эта субъективная ценность желаемого достаточно высока, то человек предпринимает больше попыток, и попытки эти более креативные, более оригинальные, чтобы этого достичь. Поскольку он бы этого достиг в любом случае, если бы не знал, и достиг бы легко, следуя каким-то шаблонным поведенческим алгоритмам, то именно креатив, более и более сложные по структуре поступки, отдаляя желаемое будущее. Ну а с негативным будущим, что-то происходит с точности, да наоборот. И именно из-за такого вот, из-за такой особенности человеческого сознания, будущее ему знать не стоит. Но мы, хозяева своей жизни, только мы решаем, как нам можно поступить. Только мы решаем, как случится наша жизнь. Если вам предсказали, что вы, допустим, будете богатым человеком, а вы взяли и продали все свое имущество и стали жить в деревне. Конечно, вы богатым человеком не будете. То есть, в любом случае, человек своей волей, принимая волевые решения, сам определяет, как будет складываться в его жизнь. А предсказание судьбы справедливо, лишь в определенный момент времени, по отношению к определенным знаниям, эмоциям, чувствам, стремлениям и желаниям человека. А ведь это такие категории, которые постоянно меняются. Они постоянно варьируются. В них постоянно происходят качественные изменения. И, соответственно, предсказание тоже может быть и неактуально. Поэтому только мы хозяева своей жизни. И никто больше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Что касается бескорестного общения на эту тему, то, вы знаете, вообще так говоря, ваш вопрос не совсем вопрос психологии. То есть, говоря о предсказаниях, это вопрос скорее экзистенции, вопрос скорее к эзотерикам, вопрос скорее к философским. Потому что психология, она изучает осознание, она изучает человека, изучает личность. А никак не такие вопросы, как вы сказали, и так далее. И поэтому, поскольку ваш вопрос как таковой не является психологическим, то в меру своих возможностей, в меру своих сил и по мере того, как у меня будет время, я могу с вами поговорить на эту тему, на эту тему с оговоркой. Я думаю, что интересующий вас вопрос не является областью моей профессиональной деятельности, то есть психологии. Если вас это устраивает, то милости прошу в личку поговорим. Но еще раз повторю, по мере моих возможностей, то есть вы можете у меня что-то спросить, я могу не ответить сразу, только лишь когда у меня будет время, я могу вам написать ответ. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok